Острый и парадоксальный вопрос. Кто будет лечить? В национальном поселке Красное требуется стоматолог и педиатр. Ставки есть, а вот занять их некому. Да и не хотят особо. В последнее время молодые специалисты от работодателя стали требовать все и сразу. Благоустроенное жилье, высокую зарплату и десятки различных гарантий. Перечень симптомов больного вопроса составил Олег Хатанзейский. Январь 2014 года. В Красном открывают новую и долгожданную для поселка амбулаторию. Однако после торжественного перерезания ленточки здание будет стоять пустым еще не один месяц. Руководство медучреждения не сможет получить лицензию на деятельность. Вопрос решится только в декабре своих первых пациентов. Амбулатория примет за день до Нового года, словно подарок населению. Новая амбулатория очень красивая, очень просторная, светлая. И как бы всем хочется попасть и работать в хороших условиях. Площадь старой амбулатории всего 200 квадратных метров. Размеры новой в три раза больше. В кабинетах имеется высокотехнологическая аппаратура, различные оборудования и необходимые препараты. Правда, тех, кто должен с этим работать, просто нет. Амбулатория остро нуждается в стоматологе и педиатре. Приходят, посмотрят, уезжают. Потому что требуют благоустроенное жилье, чтобы была инфраструктура определенная, чтобы было транспортное сообщение хорошее. К сожалению, у нас проблема с транспортом. Даже периодически невозможно выехать. Приходится пользоваться санавиацией. Иван Баранчик в должности главврача уже два месяца. Приехал из Архангельска. Условиями, в которых работают он и его подчиненные, заведующий амбулаторией, конечно же, гордится и не понимает, почему молодежь смущает сельская жизнь. Не привлекают молодых врачей даже денежные выплаты. Ведь, приехав в населенный пункт работать из другого региона, специалист получит миллион рублей. Возможно, этот фактор и стал решающим для педиатра, который собирается приехать в Красное уже через пару месяцев. Открытым остается вопрос со стоматологом. Достаточно давно у нас не было стоматолога, не оказывалось такой помощи населению. Обещают, что будут ездить, но пока у нас никого не было. Сейчас, чтобы получить помощь зубного врача, жителям Красного приходится ездить в город. А это неудобно и затратно. Визит стоматолога со своим оборудованием в столицу региона намечен лишь на октябрь месяц. А вот кабинет для физиотерапевтических процедур будет готов через три месяца. Зато в августе в здании амбулатории появится аптека. Аптечный пункт откроется прямо здесь, чтобы это будет очень удобно для всех, кто приходит за получением медицинских услуг и сразу приобрести необходимые препараты для лечения своих близких и самого себя. В штат амбулатории 18 человек. Из них 95% это местные кадры, то есть те, кто отучившись вернулся работать в родной поселок. Это очень хорошо, что в родные стены вернулись, скажем, люди, чтобы отдать дань родному Ненецкому автономному округу. Так может быть, это и есть выход из больного вопроса о кадрах. Олег Хатанзийский, Сергей Качугов, телеканал «Северкрасное». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!